Несколько острых моментов. Штрафные и удар в штангу вместо гола. Матч упущенных возможностей. Именно так тренер Крыльев Александр Цыганков назвал прошедший в минувшую субботу футбольный матч с Ростовом. Вся команда сегодня растворилась. Я сегодня не могу выделить никого. Вся команда проиграла. Шанс взять два очка на своем поле у Крыльев был, но Самарцев подвела реализация. Главной причиной, по мнению Цыганкова, стали условия тренировок. Самарская команда вынуждена готовиться к игре на поле с искусственным покрытием, отличие которого от естественного и составляет основную проблему. Эта проблема не будет никак решаться. Мы будем тренироваться на искусственном поле. У нас нет на сегодняшний день другого футбольного поля с землей. Надеемся, погода нам улыбнется и на базе снег растает намного быстрее. Состояние поля вызвало нарекания не только со стороны наставника команды, но и у самих игроков. Конечно, хотелось бы, чтобы поле было в положительном состоянии. Но сейчас не от нас это все зависит. Такая погода и климат в Самаре. Так что спасибо работникам стадиона, что за такое поле. Все-таки более-менее оно в приличном виде. Тренер Ростова Меодрак Божевич остался доволен выступлением своих подопечных. Еще бы! Победа в Самаре сделала Дончан ближе к своей сезонной цели – попасть в восьмерку сильнейших в чемпионате. Думаю, что мы использовали наши моменты. Красивые, хорошие голы были. Могли потом забить. И еще чуть-чуть крыла пошли вперед всем силами. Думаю, что мы заслуженно выиграли сегодня здесь. И хочу поздравить своих игроков, которые показали очень хороший, настоящий бойцовский характер. Для Крыльев это поражение второе подряд после перерыва. Самарцы оказываются все ближе к зоне вылета в первый дивизион. Впереди встреча с фаворитом чемпионата «Зенитом». И вполне вероятно, что добыть столь необходимые очки на Петровском коллективу Сыганкова будет очень сложно. Юлия Харлан, Андрей Тишин. Специально для 63.ру.